Уникальный для Республики спортзал – это совместный проект Министерства спорта и меценатов. Ремонт и реконструкцию помещения оплатил один из абаканских бизнесменов. Теннис в Республике – один из самых популярных и результативных видов спорта. Глядя на вас, тоже делаем абсолютно уже другие шаги. Хочется делать больше, лучше. Видя то, что вы с таким вот настроением, с таким желанием увлекаетесь спортом, и защищаете честь Республики, честь России. Но становится не страшно идти вот эти катаклизмы в экономике. Более 600 квадратных метров полностью приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и колясочников. Напольное покрытие не скользит, дверные проемы широкие и, главное, специальный подъемник, позволяет без труда попасть на второй этаж и обратно. В Хакасии 3000 человек занимаются адаптивным спортом. Среди них 800 детей-инвалидов. Сегодня в новом теннисном зале занимаются чуть более 100 человек, но тренеры готовы принять больше. В здоровом детей в спортивной школе занимаются около 100 человек, в необходимости колясочников сейчас с ограниченными возможностями 12 человек. Они занимаются в этом зале. Все условия созданы для нас, и я думаю, нас станет еще больше. Потому что многие люди, оказавшись в сложной ситуации, не знают, что есть такая возможность, и что они теперь не люди с ограниченными возможностями, у них, наоборот, появилась новая возможность проявить себя в спорте. Новичкам, которые только делают первые шаги в адаптивном спорте, уже есть на кого равняться. Александр Соколов свои первые республиканские соревнования выиграл в 2010 году. Через пять лет стал лучшим на Кубке России и бронзовым призером Всемирных игр «Айвас». Это аналог Параолимпиады для колясочников по летним видам спорта. Хотелось бы сейчас в международный уровень попасть, попробовать себя на чемпионате Европы. Мои мечты вообще – это Параолимпиада, это мой верх. Это цель, которую я себе поставил, и я думаю, пока я этого не дождусь, я не успокоюсь. Спортивных достижений может стать гораздо больше, если решить проблему с помещениями. От колясочников поступило предложение на базе спортзала Сельхозколледжа открыть центр олимпийской и паралимпийской подготовки. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.